Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 2996». Вы писали статью «Алтай запрограммирован на войну». Для Слова Божия нет уз. Страница 585. Что изменилось с того времени и понимают ли это мирские власти? Отвечает Игнатий Лапкин. Тут прозрение наступило вовремя и в то же время запланировано с невосполнимым опознанием нашей ФОТИ. Не осудите меня, что сошлюсь на коммунистическую газету «Животолюбцев». Голос труда. Номер 50-531. 15-12-2005 года. Страница 1-2. Кавычки открыты. Через 5-6 лет начнется война с Америкой. Большинство современных людей на вопрос о возможности войны с США уверенно отвечают «нет». Так срабатывает своеобразный механизм психологической защиты, когда человек подсознательно чувствует неодолимую угрозу, а на сознательном уровне отрицает ее наличие, потому что не в состоянии как-либо ей эффективно противостоять. Если же свое мнение основывать не на внутреннем голосе и ощущениях, а на анализе фактов, то мы придем к выводу о неизбежности скорой войны. Мы киваем на американцев и говорим, «Несправедливо, когда 5% населения планеты потребляет 40% мировых природных богатств». Мы считаем это несправедливым. Американцы, китайцы, японцы, турки, европейцы, иудеи кивают на нас и говорят «несправедливо, когда 1,5% вырождающегося населения обладает 13% планетарной территории и 30% мировых природных богатств». Мы считаем это несправедливым. Земля принадлежит всем, а нам не хватает жизненного пространства и природных ресурсов. Они не просто говорят об этом, они активно проводят подрывную работу внутри России и ждут, когда сгниют последние советские ракеты, после чего они придут на нашу землю и разделят ее между собой. Мы не хотим войны, но война будет. Когда? Ориентировочно 2010 по 2012 годах. С кем? Возможно, со всеми. Почему? Потому что будем обладать огромным жизненным пространством и гигантскими природными ресурсами при полном отсутствии средств самозащиты. Кто наши главные потенциальные противники? США и Китай. Сейчас именно эти две силы претендуют на мировое господство. И в грядущем конфликте друг с другом обеим сторонам очень будут нужны российские богатства. С 2010 по 2012 года Россия достигнет наиболее низкого состояния ядерного щита. На это же время приходится развертывание США практически всех новейших систем вооружений, развертывание стратегической аэрокосмической группировки, эшелонированной МПРО, массовый ввод в строй подводных лодок, самолетов, танков и ракет новых поколений, развертывание ста тысяч высокоточных крылатых ракет. Для покорения Югославии их понадобилось всего тысячи. Создание ядерных боезарядов сверхмалой мощности для уничтожения подземных командных пунктов и ракетных шахт. Создание мощнейших гафниевых бомб, поражающих при взрыве все живое проникающей радиации, но не оставляющих впоследствии радиоактивного загрязнения местности. Принятие на вооружение различных видов несмертельного оружия, в том числе и психотронного. Переход к новой системе развертывания, постоянная мобилизация сил, готовых в любой момент к нанесению удара и не нуждающихся, собственно, к развертыванию. Время от политического решения о начале войны до начала, собственно, боевых действий должно будет занимать всего несколько часов. Военный бюджет США больше, чем военные бюджеты России, Китая, Индии, Великобритании, Франции, Германии вместе взятые. Анализ программ перевооружения армии США показывает, что Америка готовится к крупномасштабной войне. Эта программа перевооружения – единая перспектива 2010-го. В случае ее выполнения при отсутствии последующей войны уже через несколько лет теряет смысл, так как она не будет обеспечивать подавляюще качественное и количественное превосходство над всеми потенциальными противниками. То есть Америка готовится в начале второго десятилетия 21 века нанести военный удар сильному противнику или нескольким противникам сразу. Скорее всего, этот удар придется по России. И ответить на нем мы не сможем. Как раз в 2012 году ядерный потенциал России уменьшится по сравнению с 1991 годом в 600 раз. Это в советское время при запуске 300 ракет «Сатана». Американская ПРО сталкивалась. С тремя тысячами настоящих боеголовок и 12 тысяч ложных, начисто захлебываясь, среди 15 тысяч целей и мощных генераторов помех. Ракеты «Сатана» пробивали и уничтожали любую ПРО, расчищая путь еще к 1200 ракетам РВСН. Чем мы в 2012 году сможем ответить американцам? Анализ показывает, что ничем. При нынешних темпах производства у нас в 2012 будет не более от 100 до 120 шахтных ракет «Тополь-М» и мобильных установок «Тополь». В 2010 по 2012 годах США в случае первого удара с их стороны будут иметь возможность высокоточными крылатыми ракетами с ядерными головками. Малой мощности глубокого проникновения гарантировано. С пятикратным резервированием уничтожили все шахтные и мобильные «Тополя» и командные пункты. Наших непревзойденных ЗРК С-300 ТОРов осталось слишком мало, чтобы сдержать удар. Если нескольким нашим ракетам все-таки удастся взлететь, их на взлете будут уничтожать баражирующие в воздухе крылатые ракеты и самолеты-роботы десятками парящие на 20-ти километровой высоте в районе дислокации наших ракетных полков. Сбить эти самолеты будет уже нечем. Прорвавшуюся в космос ракету будут ждать десятки спутников, истребителей с баллистическими боеголовками. Даже если этот рубеж будет преодолен, наша боеголовка будет уничтожена противоракетами проназемного и морского базирования в условиях, приближенных к учебным. Кроме тополей, территорию США теоретически поразить ядерным зарядом могут средства стратегической ядерной авиации флота. Но очевидно, что все оставшиеся самолеты стратегической ядерной авиации будут уничтожены в первый же час операции на Манер 1941 года. Все наши аэродромы с самолетами, несущими ядерные заряды, могут быть разбиты крылатыми ракетами всего с одной американской подводной лодки, тихо подошедшей к новой земле. Та же очередь ожидает и наш ядерный флот. Почти все корабли, которые уничтожат, не то что в первый час, а в первые пять минут войны. За каждой из двух-трех атомных подводных лодок, возможно, будучи на боевом дежурстве, будут наблюдать несколько спутников и охотиться десятки вражеских кораблей, подводных лодок и самолетов. Американцы легко смогут нарушить связь этих лодок с внешним миром, чтобы их командиры не получили приказ о запуске ракет. К 2012 году их про сможет перехватить не менее 70% наших ракет. Уже в 2010 по 2012 года Россия будет способна доставить на территорию США максимум 4-5 ядерных зарядов, убив всего несколько миллионов американцев, что еще больше сплотит народ США и даст их правительству повод ужесточить политический режим. А это уже та цена, которую мировое правительство готово заплатить за 30% мировых запасов сырья. Более того, для мирового правительства весьма выгодно уменьшить паразитическое население США, сжирающее слишком много ресурсов. При этом потери внутри России могут оказаться в несколько раз ниже, что послужит основанием для прямого коллиниального захвата и неограниченной эксплуатации природных и людских ресурсов. Одним из аргументов того, что именно Россия выбрана в качестве основной мишени американской агрессии, служит целенаправленная активность разведки США. На введение разведки против России уходит не менее 60% всего бюджета ЦРУ. Ежегодно разведывательная авиация США выполняет около 1000 полетов вдоль наших границ и более 100 раз вторгается на нашу территорию. Америка не может себе позволить риска возрождения России, но она не способна полностью и окончательно уничтожить Россию без прямой агрессии, поскольку для уничтожения невоенными методами она должна контролировать не только экономику, но и все основные процессы и институты в системе. А этого нет. Америка даже толком не управляет основными процессами у себя. Америка и мировое правительство видят Россию только в качестве сырьевого придатка западной экономики. Снижение населения этого придатка до 15 миллионов русских уже признано целесовообразным. Если Россия не захочет этот план реализовать добровольно, после Путина, который этот план четко выполняет, то ее принудят к этому с помощью силы, то есть будет война. Война за 30% мировых природных ресурсов. Не мы ее начнем. Чем ответит Россия на агрессию? По общему экономическому потенциалу Россия уступает Индии примерно в полтора раза, Бразилии более чем в два раза, Китай и Италии более чем в три раза, Великобритания и Франция в четыре раза, Германия в шесть раз, Япония в одиннадцать раз, США в двадцать пять раз. О силе государства много говорит потенциал политической мобилизации экономики. Доля правительственных расходов в структуре ВВП. Если доля правительственных расходов относительно ВВП в 1998 году составила для США 32,8%, Японии 36,9%, Германии 46,9%, Франции 54,3%, Великобритании 42%, то для России 19,8%. Таким образом, степень политической мобилизации общества в современной России в два-три раза ниже, чем в странах Запада и Японии. В 1925 году экономический потенциал СССР составлял 4 триллиона долларов при той же степени экономической мобилизации, а экономический потенциал СССР почти в полтора триллиона при степени государственной мобилизации в 70%. То есть силы двух сверхдержав в денежном выражении были сопоставимы порядка полторы тысячи миллиардов у США и порядка тысячи миллиардов у СССР. Применяя сейчас такую же систему расчета, можно сказать, что в начале 2000-х годов американское государство сильнее российского от 35 до 38 раз. В этом раскладе ни о каком соперничестве США в военной и экономической областях в международной сфере не может идти и речи. Даже относительно небольшое преимущество США в сравнении с СССР 500 миллиардов в год явилось одной из основных причин поражения Союза в холодной войне. Для эффективной внешнеполитической борьбы друг с другом две сверхдержавы должны были тратить в международной сфере примерно одинаковое количество денег, а именно по 300 миллиардов долларов в год. Но расходы СССР на внешнеполитические цели длительное время превышали максимальный порог системной безопасности, который составлял для нас 200 миллиардов, то есть 20% от всех государственных расходов. При этом США этот порог не переступали. Результатом этого стала победа в гонке вооружений. В настоящее время Россия с помощью обычных вооружений уже не сможет отставить свою независимость. Оборонные затраты в расчете на одного военнослужащего составляют в США 190 тысяч долларов, в Великобритании 170 тысяч долларов, в Германии 94 тысячи долларов, в Турции 12 700 долларов, на Украине 1550, а в России 3800 долларов в год, в 50 раз меньше, чем в США. Сравнительный боевой потенциал флота Российской Федерации по боевым возможностям российский ВМФ в 2002 году уступал иностранным флотам на Балтике. Шведскому флоту в два раза, финскому тоже в два раза, германскому четыре раза, в Черном море турецкому в три раза, США в 20 раз в флоту, Англия в 7 раз, в флоту Франции в 6 раз. По данным главкома ВМФ Кураедова, в 2015 году в составе ВМФ России сохранится не более 60 подлодок и кораблей от 1 до 1 и 2 класса, по 15 на флот, и почти все устаревших образцов. К этому же времени флот США должен увеличиться до 300 кораблей этих же классов. При этом финансирование ВМФ США превышает 25 раз финансирование ВМФ в России. Состояние авиации, соотношение новых типов самолетов в России и США – 1 в 10. С 1999 по 2002 год российская армия не получила ни одного нового самолета. Аэродромная сеть России меньше сети Российской Федерации в два раза. Износ авиатехники составляет около 60%. Численность машин ВВС России всех типов уменьшится с 5100 самолетов в 2002 году до 2010 году и с 1800 вертолетов в 2003 году до 610 году. Средний налет летающего летчика составляет по различным родам авиации от 10 до 30 часов в год. Для сравнения, НАТОвский минимум налета для боевых летчиков – 180 часов в год. При этом, согласно международным требованиям безопасности полетов, минимально допустимым уровнем полетов считается налет не менее 60 часов в год. Спутниковая группировка России сейчас насчитывает менее 50 спутников, большинство из которых уже выработало свой ресурс. У США в околоземном пространстве работают до 500 спутников. За 10 лет с момента развала СССР численность армии уменьшилась в 3,9 миллиона до 1,2 миллиона человек. При этом количество генералов увеличилось на 2000. До 30% всего стрелкового оружия российской армии выработало свой ресурс и нуждается в замене. А по некоторым типам пулеметы, снайперские винтовки эта цифра приближается к 50%. В случае мобилизации запасников потребности частей и соединения резерва в бронетехнике могут быть удовлетворены на 20-30%. И то устаревшими типами машин. Еще плачевнее, чем с вооружением обстоит дело с боеприпасами. Их в российской армии осталось всего на 2 до 4 дня полноценных боевых действий. До вступления в 2004 году новых государств НАТО на западном направлении со стороны Альянса были развернуты 41 дивизия и 86 бригад, находящихся в постоянной боевой готовности. А в России им противостоят 4 дивизии и 5 бригад. На Дальнем Востоке США и Японии имеют 15 развернутых дивизий. Россия не одной. Против 109 дивизий Китая в Зайбайкальском военном округе развернута одна дивизия. Согласно планам перемещения баз НАТО из Западной Европы в Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Пентагон, только в прибалтийских республиках планируют разместить до 30 военных баз. И без дела их, по-видимому, не оставят. Еще в 1993 году НАТО были разработаны оперативные планы действий Альянса в Прибалтике. По одному из них составлены на случай нападения России на Литву. Уже тогда считалось возможным военные действия. НАТО против России и Белоруссии при нейтралитете в Украине. До ядерной войны дело не дойдет. Но после 89 дней военных действий НАТО одерживает победу. Сейчас подлетное время ударной авиации НАТО от границы Эстонии до Москвы не превышает 20 минут. При этом единой системы ПВО не существует. В 1987 году на пути воздушных эскадр НАТО к Москве их готовили встретить и уничтожить 4500 советских самолетов, 600 самолетов стран Варшавского договора и более 2500 зенитных ракетных комплексов. Сегодня на пути в 600 километров авиационным армадом НАТО находится всего около 800 самолетов, из которых способны поднять в воздух максимум 200, а вести реальный воздушный бой еще меньше. А зенитно-ракетные части их встретят лишь на ближних подступах к Москве, куда, собственно говоря, самолеты НАТО даже залетать-то и не будут, запустив сотни крылатых ракет с рубежа Ржев-Вязьма. Впрочем, как говорят специалисты, если авиация НАТО начнет налет на предельно малых высотах от 100 до 300 метров, то вполне вероятно, что до самой Москвы их не встретит вообще ни один русский самолет и не выстрелит ни одна зенитная ракета. С получения военно-воздушных баз в Узбекистане и Киргизии в УС НАТО получили уникальную возможность наносить неожиданные авиационные удары по Новосибирску и Екатеринбургу, Самаре. Чтобы понять, что западные стратеги не замедлят напасть на Россию после 2010 года, достаточно поставить себя на их место. Если они примедлят хотя бы до 2015 года, богатейшие ресурсы Сибири и Дальнего Востока достанутся главному сопернику США. Китаю, помимо того, что Китай имеет заебокали почти стократное военное превосходство над Россией, по обычным вооружениям он осуществил мощную этническую экспансию. По официальным неафишируемым данным, на начало 2004 года в России постоянно проживало более 4 миллионов китайцев. При этом прогнозируется увеличение численности китайцев на нашей территории минимум на 600 тысяч в год, большинство из которых поселится в восточных районах страны. Нетрудно подсчитать, что в 2015 году в России окажется не менее 10 миллионов китайцев, по ряду прогнозов до 20 миллионов, которые станут второй по численности этнической группой в стране, а в ряде приграничных регионов – первой. Ко второму десятилетию XXI века в Китае будет минимум 20 миллионов боеспособных мужчин, не имеющих семьи и, соответственно, обеспеченной старости. Причина этого – традиционное численное преобладание в Китае новорожденных мальчиков над девочками. Единственный испытываемый веками способ решения проблемы избытка мужского населения – это война. Уже через несколько лет свои многочисленные внутренние проблемы – нехватку земли, леса, нефти, продовольствия, металлов – двухмиллиардный Китай будет способен решать только путем внешней военной экспансии. Самое привлекательное в этом смысле для КНР направление – северное и северо-западное. Россия, Монголия, Казахстан, Киргизия. Представьте себе, 20 миллионов китайцев, вторгущихся в Сибирь с юга и еще 10 миллионов в тылу. Даже если они будут вооружены только бамбуковыми палками, без ядерного оружия мы их не остановим. Совет России. Совет России. Кавычки закрыты. Откровение 8.7. Первый ангел вострубил, и сделали град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Иеремия 5.22. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, передо мной ли не трепещете? Я положу песок границу и морю, вечным пределом, которого не придет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут. А потом, и суд Божий недалеко быть может. 2 Петра 3.10. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом приедут. Стихи из же разгоревших разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Плач. Иеремия 1.8. Чашко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад. «Ты вылитый отец», — мне говорила мать, лаская шевелюры из кудрей. Откуда было мне в дальнейшем знать, каких мне слов остерегаться впредь? А дело было много посложней. Я унаследовал отцовский нрав и пыл. Мог колотушку дать детишкам и жене, хоть об отцовстве том давным-давно забыл. Оно же от природы по привычке, естественно, вылазило и перло. Но кто за Машком тем отца отыщет. Последствия схватят спазмы горла последствиями. И делаю не то, чего желал. Вершить приходится нездешние копешки. Как будто в арсенале сон и зла, и надо на чужих детей тетешкать. С отчаянием ждешь всегда последствий, которых и в зародыши не чаял. Привычки те до старости не слезли. Они командуют не только днем, ночами. В изнеможение к Иисусу возопил, сгибая непокорные колени. Склонился тем, обезопасил тыл. Стал и Его весь сын, его наследник. Куда что делась, отлепилась в раз, родился свыше, заново чудесно. Сползла завеса с помраченных глаз. Душа воспела неземные песни. Быть на Отца по святости похожим, а внешность пусть несет отцовские черты. С душой и плоть преобразится позже, пока земной проходим карантин. И даже внешне чем-то мы подобны, как христиане своему Христу. Нас Дух Святой рождает вновь сегодня, кто сердце распахнул на нежный стук. 6.02.06. Игла. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин.